У 75-летней королевы-консорт подтвердился повторный ковид. Сейчас она находится в полной изоляции и выполняет все указания медиков. Коронавирус – коварнейшая инфекция, с которой пришлось столкнуться даже привитым членам королевской семьи. В 2022 году переболели Елизавета II, Карл III и Камила Паркер Боулс. Несмотря на то, что все представители монархии и сотрудники дворца прошли полный курс вакцинации, королеву-консорт пришлось немедленно изолировать. Теперь она находится под наблюдением врачей, соблюдает постельный режим и принимает все необходимые лекарства. Главная опасность для 75-летней Камилы – осложнения, с которыми она может столкнуться. К тому же королева-консорт входит в зону риска. Известно, что пожилые люди переносят недуг тяжелее молодых и здоровых. В этом случае очень важно обратиться к врачу и начать лечение при появлении первых же симптомов, а супруга короля связалась со своим лечащим врачом уже после того, как пару дней чувствовала себя неважно. Наиболее распространенным фактором риска у возрастных пациентов является опасность образования тромбов. Кроме того, заболевание может ускорить разрушение нейронов, нехватка которых приводит к развитию болезни Паркинсона. На данный момент состояние Камилы Паркер-Боллс называют стабильно удовлетворительным. Из тревожных симптомов – проблемы с дыханием и высокая температура, которая держится уже несколько дней. Камила ослабла и вынуждена отменить все ближайшие планы. Король тоже болел уже дважды, но у него болезнь проходила в более легкой форме, сообщает CBS News. После того, как Камила переболела ковидом, в первый раз многие стали обращать внимание, что у него появился сильный тремор рук. Также с тех самых пор у Паркер-Боллс время от времени пропадает голос из-за кашля. Этот симптом теперь нередко возникает в жизни королевы-консорт.